Завершается голосование за имена наших выдающихся соотечественников, которые будут присвоены крупным аэропортом страны. Во всероссийской акции участвует и Чебоксарский аэропорт. Отдать свой голос еще не поздно о том, как и где это сделать и чье имя в итоге может получить наш аэропорт Ольга Пырочкина. Уважаемые пассажиры, наш самолет совершил посадку в аэропорту города Чебоксары. Температура за бортом минус 7 градусов. Просто аэропорт города Чебоксары. Так сейчас называется воздушная гавань столицы Чувашия. Однако быть безымянным ему осталось недолго. В России завершается акция по присвоению аэропортом имен наших соотечественников и выбор этого самого имени за жителями. Есть мировая практика присвоения великих имен аэропортам мира различным. В Российской Федерации у нас очень много выдающихся деятелей разного периода. Кем мы можем гордиться? Это писатели, поэты, это военные деятели, ученые, деятели культуры. У нас уже проголосовало более 36. Я, наверное, на это время, возможно, уже где-то 37-38 тысяч чебоксарцев проголосовало. Всего мы планируем, что у нас число проголосовавших будет где-то в пределах 50 тысяч. Голосование идет на сайте проекта «Великие имена РФ», на сайте общественной палаты Чувашии. Галочку можно поставить и в бюллетень. Волонтеры работают в торговых центрах и на остановках общественного транспорта. Изначально в списке было 15 фамилий. В финал вышли трое. Это первый чувашский космонавт или третий космонавт в мире Андриан Николаев, всемирно известный офтальмолог, который создал искусственный хрусталик Святослав Федоров, и просветитель, создатель чувашской письменности Иван Яковлев. Ну, я хотел бы Яковлев за Яковлев. Яковлев, он все сделал для чувашского народа. Буквары, первые буквары. Если память не изменяет, Библию перевел на чувашский язык. Я выбираю Святослава Федорова. Мне кажется, это очень достойный человек, который изобрел такое замечательное лечение для стольких людей, во всем мире. Почему нет? Чебоксарцы достаточно активны и активно принимают участие в этом проекте. Они заинтересованы. Они очень рады, что этот проект проводится. И также уже с нетерпением ждут результаты в конкурсе. Я захотела стать частью истории, потому что через 10, через 20 лет наш аэропорт также будет носить имя этого соотечественника. И в будущем мне уже будет приятно говорить, что да, я помогала, спрашивала мнения у людей, принимала у них голоса. Пока мы работали с волонтерами, ответы были разнообразные. Однако безоговорочный лидер – первый космонавт, который работал на орбите без скафандра. Первый человек, который находился в космосе несколько суток подряд. 11 августа 1962 года на орбиту спутника Земли был выведен космический корабль «Восток». Его пилотировал лётчик-космонавт Андриан Николаев, замечательный сын чувашского народа. Ваш земляк совершил самый первый в истории космонавтики длительный полёт. Продолжительностью трое суток, 22 часа, 22 минут. Почему такой выбор сделали? Не знаю. Мне лётчики нравятся. Всю жизнь хотел стать лётчиком. Я проголосовала за Андриана Николаева, потому что это лётчик, а это аэропорт. Владимир Энгельс свой голос тоже отдал за Андриана Григорьевича. Его прадед Виктор Энгельс не попал в финальный список для голосования. Мой прадед Виктор Францвич Энгельс, он, получается, построил здесь аэропорт. И как раз наш великий космонавт Андриан Николаев, так сказать, и стал толчком этому. Потому что когда в 1962 году, 11 августа, насколько я помню, он полетел первый групповой полёт в космос. И когда он вернулся, американский репортер, приехав сюда, написал, что родину космонавта нельзя даже городом назвать, потому что здесь даже нет аэропорта. В общем-то, в этот момент мой прадед был начальником эскадрильи, и он пришёл к главе КПСС Чувашской ССР. И они как бы пробили с Николаевым все инстанции, чтобы здесь был образован аэропорт. Если выиграет Николаев, мой прадед был бы очень рад, потому что, на самом деле, они были очень близкие друзья. Они дружили вот на протяжении всей жизни. Для того, чтобы отдать свой голос, осталось меньше суток. Голосование завершается 30 ноября. А уже 5 декабря организаторы конкурса подведут итоги. И после необходимых процедур наш аэропорт получит имя нашего великого соотечественника. Ольга Пырочкина, Андрей Шоклев, Республика.